всем привет сегодня будем точить сверло как это делается правильно ну мне кажется что угол заточки сверла должен быть где-то градусов 120 вот так то есть 120 градусов но это по моему мнению но точно не помню решил убедиться нашел такую книжку себя столетняя книжка еще советских времен здесь описан именно заточки сверл написано какой правильный должен быть так вот как раз страничка мне бывалось итак смотрим на картинку что мы увидим вот этот угол заточки должен быть равен 118 градусов и так как же я буду точить сверло возьму брусочек и сделаю заготовку шаблон вот таким вот образом просверлю отверстие сверло будет внутри и сделаю вот так вот угол 118 градусов после чего по бокам зажму конферментами сверло для того чтобы она не вращалась и по концу и буду затачивать сверло в обычной болгарке поставлю круг приплю наждачку и на обычной наждачке потачу наше сверло ну и после этого естественно проверю как она получилось у меня поточить или нет что в данный момент она очень плохо сверли вот эту уже закругленный чем надо его затачивать и так поехали делаем нашу заготовку и Субтитры сделал DimaTorzok И так получилась вот такая вот заготовка Осталась мне вот таким вот образом Здесь по центру просверлить отверстие Ставить сверло И закрепить по бокам конфирмантами Сразу говорю Найдутся сейчас, как всегда, недовольные люди Скажу, зачем так долго париться Чтобы заточить одно сверло Объясню, для чего это нужно Во-первых, будет правильный угол заточки Сверло будет острое И будет сверлить Если вы точите вручную Такой точности добиться тяжело И вы эту заготовку сделаете Положите где-то в определенном месте В следующий раз подойдет Ставите это сверло сюда Заточите опять И положите опять на хранение Разные сверла Но это займет недолго Это займет у вас Пускай 15 минут сделали Раз, поточили Все готово Положили Дальше точите Любой момент Достаете эту заготовку Вставляете и опять затачиваете Ну, в общем, продолжаем Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok